здравствуйте друзья с вами феликс и в этом ролике я расскажу о некоторых расширениях которые использую ссылки на все их будут под роликом и тут немного расскажу как именно работать с этими расширениями то есть как я работаю и так первое самое самое главное это Unicorn Smasher вот например выбрали категорию зоотовары и хотим посмотреть что и как здесь продается вот это расширение Unicorn Smasher кликаем по нему и загружаются все товары которые есть на этой странице в этом в этой таблице сразу видно вот первое это название бренда это сколько продавцов на данном товаре variation это разновидности то есть это может быть ошейник там трех видов да например это цена средняя это в категории которой выставлен товар это ранг продавца это сколько товара продано за истекший за прошедший месяц это на какую сумму здесь ревью сколько отзывов оставлено здесь рейтинг в это товара и здесь кем продается данный товар Amazon там через FBA есть товар который просто вот независимыми продавцами продается и все это пожалуй главный инструмент который без которого на Амазоне трудно работать есть более усовершенствованный но тот платный это бесплатное предложение Unicorn Smasher ссылка на него как уже сказал будет под этим роликом закрываем и допустим вот мы на этой странице нашли какой-то товар который нас интересует меня вот этот заинтересовал вот этот товар кликаем по нему открывается вот вот этот товар это урна для кремации животных почему и заинтересовала это единичество сверху видите так называемый price blink вот эта желтая полоса она открывается на конкретном одном товаре здесь выпадающем списке можно увидеть где еще есть аналогичный товар в данном случае только на ebay показывается но бывает что тут сразу несколько магазинов видно в которых есть этот товар можно кликнуть по или вот ссылочка активная здесь показывается самое дешевое предложение или вот здесь в этом списке кликнуть и открыть этот товар на ebay посмотреть сколько он там стоит ну вот они эти урны и так вот посравнивают цены посмотреть что что к чему следующее следующее расширение вот это только что о котором я рассказывал вот это вот кисточка как мне написали вот эта кисточка price blink называется следующее расширение это вот это вот лупа я там так и напишу под роликом чтобы было понятно но это quick search что делает это расширение она вот когда копируешь название скопировали название кликаем правой мышкой вот переходим на эту самую лупу и здесь выскакивает сразу несколько направлений в которых можно искать это можно искать на google и допустим кликом по google может этот товар предлагается в каких-то разных других магазинах с таким же наименованием могут картинки открыться и подобные вещи на yahoo на бинге ну мы сейчас на амазоне смысла нету на ebay википедии в youtube и может об этом товаре есть что-нибудь там снят ролик какой-нибудь вам надо подробнее узнать об этом бывает так что вот допустим вот сейчас здесь есть и бэй но бывает что не показывается в price blink у меня много таких случаев тогда вот через вот эти две вкладочки проверять можно есть там товар нету такого товара это как бы дополнительную к price blink я проверяю атаки в картинках ищу если надо и на ю тубе посмотреть в общем тоже полезное расширение следующее расширение о котором хочу в этом ролике рассказать это вот это вот корзинка price money monitor нет давайте сейчас не об этой корзинке а вот об этой корзинке эта корзинка с селлер браузер называется и м здесь или селлер браузер вот корзинка со стрелкой назовем ее так что дает вот эта корзинка со стрелкой она добавляет под каждый товар вот эту вот серенькую таблицу вот всеми товарами добавляется вот эта серая таблица в этой серой таблице можно отследить историю любого товара вот эта история запросов популярности это это история цен вот видите там вот вот она как изменялась цена на данный товар то есть отследить отследить да наводим вот на это бренд вот когда не загружается можно просто кликнуть вот поэтому по этой вот активной строчке бренд откроется соседнее окно и увидеть что продается владельцам этого бренда какие еще товары есть у него как вот это бестселлер его то что у него хорошо продается ну а это уже идет полный список то есть вот это расширение тоже очень хорошее и удобно вот это стрелка с корзинкой следующее расширение вот это уже вот корзинка без стрелки они это прайс монитор мониторит цены из названия понятно вот например вот этот товар вот когда его открываем любой товар открыли видите вот здесь появился плюсик нам предлагается зафиксировать этот товар это расширение предназначено для покупателей то есть допустим мы вот как покупатель зафиксировали этот товар и хотим когда он подешевеет тогда его купить но мы его используем в обратную сторону чтобы отслеживать цену на этот товар это надо делать то есть когда вот этот товар допустим мы строп шипели отсюда на ebay и чтоб знать состояние цены у этого продавца точно также эта корзинка работает из ebay на amazon то есть на ebay если увидели давайте на ebay вот через price blink перешел вот на этот товар сейчас здесь зажжется плюсик вот смотрите в корзинку не появился но в любом случае даже но это может зависеть от того что сейчас запись идет но если вот кликнуть вы хотите зафиксировать вот этот товар вот его надо открыть а вот сейчас да именно с ценой и со всем прочим вот сейчас уже зафиксировано вон плюсик есть вы хотите его запомнить сейчас пусть подгрузится страница вы кликаете по корзинке и этот товар вместе с ценой у вас фиксируется вот в этом расширении как еще использую это расширение вот смотрите вот здесь написано что у меня зафиксировано 19 товаров и на три из них упала цена цена понизилась ну когда занимаешься дропшиппингом важно отслеживать изменение цен если она в пределах 1 2 процентов 3 это не страшно а вот когда 14 процентов тогда уже это существенно надо уже корректировать свои цены это у меня зафиксирован товар который я выставил на амазоне и вижу что на 14 процентов упала цена то есть мне или надо ее подкорректировать и спустить до того той цены чтобы продавался товар или так и оставить оставить ну пусть продается если продается и который не нужен просто крестиком можно убрать и все например тот же набор я зафиксировал за 13 долларов на ebay у меня есть выставил его где-то тут за 30 ну тогда это была самая дешевая цена на amazon ну вот таким образом использую вот эту вот вторую корзинку прайс монитор на все эти расширения о которых я рассказал сейчас ссылки будут под роликом используйте их экспериментируйте используйте как сказать в сочетании разные вот эти расширения чтобы узнавать побольше о том товаре который вы собираетесь продавать дроп шипить на тот или иной сайт в прайс блинке вот в этом вот предложении это расширение иногда вот и бывает вот это вот типа молнии это график на тех товарах у которых долгая история вот этот график отображается те которые но сравнительно новые на них этого графика не бывает можно кликом по этому графику увидеть историю цен как она изменялась сейчас здесь будет график когда полностью загрузится вот но здесь показывает слева в рублях здесь в долларах то есть стабильно с 31 января 19 97 до 19 97 и самая высокая самая низкая то есть чтобы стандартная но именно на этом товаре так попалось что графика как такового нет вот так работают те основные расширения которыми я пользуюсь есть еще некоторые дополнительные но без этих без этих трудно мне лично трудно может есть и лучше может есть какие-то более навороченные варианты но это в основном те которыми я пользуюсь своей работе и так на этом все всем удачи всем пока с вами был феликс